Нина Николаевна Базанова, житель блокадного Ленинграда, признается, несмотря на насыщенную общественную жизнь, такие мероприятия всегда согревают душу. Праздник, посвященный Дню пожилого человека, собрал в Одинцовской библиотеке номер один представители старшего поколения, творческих людей и школьников. Для одних это возможность заявить о себе, а для других пообщаться и узнать что-то новое. Для нас, пожилого возраста людей, значит внимание, что нас даже в такой празднике и забыли. Это главный праздник для нас. Значит мы знаем, что нас любят, нас ждут и нам всегда оказывают большое внимание. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, общественная палата Одинцовского района при поддержке сторонников партии «Единая Россия» проводят ежегодно. Главная цель – показать собравшимся, что почтенный возраст – не повод уходить на покой и уж тем более не причина для одиночества. Бывает так, что люди, достигая определенного возраста, остаются одинокими. У них возникает это чувство одиночества, сужается круг общения. И именно в эти моменты необходимо этим людям дать понять, что они еще нужны, важны своим близким, своим родным. Нам, обществу, нам, молодежи. В программе праздника выставка картин Анатолия Попова. Заслуженный член Российской Академии Художеств не только показал свои работы, посвященные России и ее истории, но и подробно рассказал о себе и своем творчестве. Продолжила программу выступления оперной певицы Катерины Нефедовой. Мне сама формулировка «День пожилых людей» она мне не нравится, потому что я считаю, что человек, он пожилой, может быть, и по паспорту, но в душе он молод и полон сил. Поздравление от учеников 11-й гимназии – финальная и самая трогательная часть праздника. Первоклассники не только спели песни и прочитали стихи, но и вручили виновникам торжества открытки в форме сердца, сделанные собственноручно от всей души. Евгения Августина, Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».